Здравствуйте, дорогие друзья! Слава Богу за то, что мы с вами продолжаем встречаться каждое утро. Число тех, которые едят от небесного хлеба, растет, а значит и укрепляется Божий народ, укрепляется Божья армия. Каждый раз, когда мы принимаем порцию небесного производства, то она нас готовит к небесному жительству. И надо это понимать, что хлеб неба нас преобразует в небо. И поэтому, когда мы соприкасаемся к Божественному посланию, читая дома, это тоже небесный хлеб, когда мы слушаем то, что является посланием для нашего сердца, и это нас затрагивает, это нас начинает погружать в Бога, погружать в глубины Его Отцовства, это на самом деле очень имеет хорошие, добрые последствия для каждого, кто попадает в эту реку Божественных возможностей. И сегодня у нас с вами есть то же слово. Когда мы читали с вами в прошлый раз, «Кто усмотрит погрешности свои от тайных моих, очисти меня, и дальше от умышленных, удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Посмотрите, как Давид себя хорошо знал, что есть те тайны, которые я не вижу, которые я могу не заметить, а есть умышленные, которые навязываются, которые навязываются с обстоятельствами, навязываются днем и ночью. Когда человек днем занят делами, то он, может быть, меньше об этом думает, а когда он остается наедине с собой, то вот эти мысли, угнетающие, либо толкающие на неправильные действия, они могут усиливаться. И поэтому знал Давид вот эти переживания в своей жизни и говорит, «От умышленных удержи раба твоего, чтобы мне быть свободным от великого развращения». Итак, друзья, сегодня-то великое развращение умножилось за эти годы. И поэтому, чтобы наше сознание не попадало в то, что будет потом навязано в мыслях и в чувствах и в картинках ночью, то лучше этим не заниматься днем, не давать место той природе, которая будет поднимать голову тогда, когда ты будешь уже вроде в желании расслабиться и уже отдохнуть, восстановиться. Но на самом деле все, что сегодня происходит в нашем с вами окружении, это происходит совершенно не без последствий, потому что мы выбираем, что нам есть, мы выбираем, на что смотреть, мы выбираем, кем нам стать, какой выбор сделать. И вот тогда, когда мы этот выбор делаем и говорим, а я выбираю то, что мне сейчас просто, как бы сказать, вожделенно, то Давид это заметил и сказал, «Удержи меня, Господи, я сам с собой справиться не могу». И я желаю, друзья, чтобы мы не боялись так называть вещи своими именами. «Господь, я не могу справиться с тем, что идет на меня». Посмотрите сейчас, вот этот снегопад, он идет, мы не можем с ним справиться, он просто идет с небес. И вот также мысли могут нахлынуть на человеческую суть. Они могут приходить к человеку настолько, что он будет просто от них отбиваться, как от назойливых мух. И Давид, когда пытался это делать сам, у него далеко не всегда это складывалось и получалось. Далеко не всегда он мог сделать то, что являлось его, так скажем, возможностью, но он терял какой-то контроль над этим. И когда понимал, то поэтому говорил вот эти слова, которые еще раз прочитаю. «От умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною». Видите, он теряет контроль, и оно начинает владеть эмоциями, владеть чувствами и владеть потом решениями и делами. И тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Я хочу вместе с вами, друзья, сегодня об этом не просто размышлять, а молиться пред Богом, чтобы нам быть непорочными и чистыми от великого развращения в этом мире, которое в таком объеме сегодня обрушивается на наших детей, обрушивается на наши головы. Господь, мы просим, защити нас. Защити от великого развращения. Выведи нас на пространное место. Протяни руку народу твоему. Открывай глаза, которые нам надлежит иметь пред лицом твоим. Глаза видящие, уши слышащие, разум разумеющие. Поэтому я прошу тебя, приходи к нам твоим ясным смыслом, приходи ясным ответом. Приходи, Господь, и освободи от тех ловушек, которые сегодня расставлены на этой земле. Так много, даже перед нашими детьми, не говоря уже о взрослых людях, которые натыкаются везде на образ мышления, уже развращенный. Господи, защити нас, исправь пути двоедушных. Направь нас, Господь, на путь, по которому нам должно идти. Сохрани от опасных зон и выведи нас на пространное место, там, где желают нас уловить враг. Я благодарю Тебя, что мы молимся, а Ты слышишь, и Ты отвечаешь нам во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok